Петербургский Китай. Целый мир, замкнутый и скрытый от простых горожан. Думаю, по факту, возможно, это 13 тысяч человек, которые относительно постоянно проживают в Петербурге. Когда собирается китайская куча общежития, они предпочитают замкнутые, вместе ходить кушать, вместе и так далее. Это действительно есть такое. Это есть менталитет. Это город в городе, на первый взгляд, не стремящийся к полной легализации. В статусе таких вот полузакрытых, маленьких, небольших забегалов, они сейчас без всяких вывесок, без всяких познавательных знаков. И если они действительно ориентированы только на своих, вы их с улицы даже и не зайдете, и вас и не будет туда. Колоритные чуфальни и магазины, парикмахерские и школы, массажные салоны, караоке и закрытые игровые клубы. Совсем скоро на канале Другой Петербург Полная Версия выйдет большой фильм о жизни петербургского Чайна Тауна, куда сложно попасть к коренному петербуржцу. А если поставить вопрос наоборот, могут ли китайцы здесь пользоваться социальной инфраструктурой, доступной каждому из нас? И что они думают о культуре и музыке, знакомой каждому россиянину? Об этом наш эксклюзивный фрагмент, не вошедший в телеверсию. Если вы хотите попасть в петербургский Чайна Таун, то вам сюда, на Васильевский остров, а если точнее в его новую, скажем так, часть, возле метро Приморская. Я учила в Герцена, факультет музыки рядом здесь, в Приморской. Я тоже в Герцена, но моя факультета русского языка, как и иностранного. Я всегда живел в Васильевском острове. Почему? Потому что здесь так удобно, у нас есть ресторан, все магазины китайские. И караукой там был, например, ресторан на Васильевском, который мы знаем уже более 10 или 15. А я здесь уже жила 7 лет в Питере. Я тоже здесь жила уже 4 года. Ага. Ну, познакомились вы здесь между собой? Да, да. И это при том, что Нана и Мина родом из одного города. Дальше совсем интересно. Город этот Урумчи, столица Синьцзянь-Уйгурского автономного района, одного из самых нестабильных регионов Китая. Здесь копится противоречие между коренным населением уйгуров, к которым относится Нана, и этническими китайцами, к которым относится Мина. Как это не мешает их дружбе, загадка. Погуглите, это долгая история, тем более, что напрямую нашей темы она не касается. Тем более, что о внутренней политике своей страны китайцы с первым встречным журналистом говорить не готовы. Видимо, лишние вопросы заставили нервничать. Прямо посреди съемок Нана сильно подвернула ногу. Так наше исследование инфраструктуры для мигрантов переросло из гастрономической плоскости в медицинскую. Дело пахнет переломом. По дороге в травму, чтобы хоть как-то приободрить девушек, заводим разговор за музыку русскую. Раньше очень популярный в Китае около 2007 китайцы любят такого высокого мужского голоса. Четыре мужчины и пять мужчин, взрослые. Любе? Да, Любе. Любе очень популярный, самый популярный. Самый популярный в Китае. Мои родители все любят. Да. Мелодия все очень русская. Да. В нашем городе холодно. А я даже не знаю такое петь. Мужный мороз. Да, мне пишут, что может быть. Такие китаянки знают больше песен любые, чем мы. Мы, в свою очередь, провели девчонкам ликбез в области отечественного кавероведения. Ведь китаянки были уверены, многострадальная и кем только не перепетая цоевская кукушка вовсе и не цоевская. Полина, да? Полина Гагарина, да. Да, она пела эту песню кукушки. И поэтому очень популярно. Узнаете, да? Да. Это же забавно. Я знаю, знают, как Полину Гагарину. А вы вот эту версию никогда не слышали, да? Это нет. Ну вот, имейте в виду, что он кореец. София, первый раз ты какую-то травму в России получила? Да, у меня первый раз. До этого как, вот если ты там заболела, к врачу надо ты? В обычную поликлинику идешь? Да. В городскую? И там просто платно, да? Не платно, а у нас страховка для студентов. А, ну она у тебя сейчас закончилась, что ли? Да, я просто ничего не сделала, новая пока. А, ну, несчастная, думаю, помогут. Я надеюсь, что наша медицина будет гуманна. Василия Островский травмпункт встретил нас большой очередью. Как мы неудачно пришли. Ну ладно. Почему мы падали неудачно? Вообще падать это не очень. Все падают неудачно, да. И понимающими врачами. Страховка хоть и просрочена, но клятва Гиппократа превыше всего. Осмотр и рентген по-братски бесплатно. Осталось только разобраться с паспортными данными Наны, которые только для простоты общения Нана. А по документам... Давайте я вам продиктую, что тут сложно все. Да, вот именно все сложно, поэтому не говорю. Это даже по-английски сложно прочитать. Ну вот вы мне справку давали, там по-русски написали. Тяхеназы, абули, кэнму. Да хватит поспалить. Это персональные данные, Михаил. Для вас правда все русские на одно лицо? Когда в начале, да, не мог. Сейчас уже отличается. Да, и ваше фейо очень длинное. Владислав Ксеволодович какой-нибудь, да, это, наверное... Это очень сложно. Ой, ну вот не надо, а! Уйгурские имена, я вам скажу, тоже та еще задачка для речевого аппарата. Тяхеназы, абули, кэнму. И тут в суете оформления документов в этой очереди буквально материализовались еще двое выходцев из КНР. А вы из Китая? Да. Вот видите, у нас тут китайский травмпункт образовался. Как можно? Синьян. Ну, как можно, как-то не тихо. Все, 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 тусовка собралась. Петербург – суровый город, да? Да. Это ты сам упал, надеюсь? Сам упал, да. Сам упал, никто тебе не помог, да? Да, никто не помог. Как говорится, следи за собой, будь осторожен. Дух Виктора Робертовича в тот день витал над нами абсолютно точно. Если наши героини о нем знать не знали, то их перебинтованные сограждане, судя по чехлу от телефона, оказались его фанатами. Вот мы вам говорили, девчонки, смотрите. А, кукушка. Я ухожу себе. А девчонки не знали. Они думали, что кукушку поет Полина Гагарина. Она хорошо, да, она хорошо. Она хорошо, да, она хорошо, да, она может подходить. Короче, образовательно-разъяснительную работу с несознательными в музыкальном плане соотечественницами их товарищей по партии провели прямо в очереди питерского травмпункта. Говорят, что китайцы кучкуются в Петербурге. Они не кучкуются, а даже в травмпункте. Врачи, меж тем, выносят вердикт. Сильное повреждение связок. Успев с Наной и Миной снять лишь китайский супермаркет, мы вынуждены были прекратить съемки. Однако спустя месяц девушки согласились продолжить показывать нам места петербургского чайнатауна. Вот что значит партийное обещание настоящего китайца. Так что, если хотите узнать, почему самый модный китайский чай на чай вовсе не похож, увидеть, как Чечеткин сам себе варит свиной кишечник в термоядерном остром бульоне и побывать в логове короля петербургского Китая, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полную версию фильма о китайском Петербурге. Субтитры создавал DimaTorzok